МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Строгий контроль. Сразу несколько объектов будут введены нынешней весной в Талдыкургане. Насколько качественно проверила спецкомиссия. Скоро экзамены. Какие изменения в порядке прохождения тестирования ждут выпускников 2016. Алматинская область признана лидером в стране в деле поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сегодня заявил председатель правления акционерного общества Фонд развития предпринимательства ДАМУ Канаштлюшин. Один из первых своих визитов в регионы после недавнего назначения он совершил в нашу область. Учитывая активную позицию власти в сфере поддержки бизнеса и его интенсивное развитие в регионе, между Фондом ДАМУ и Акиматом области сегодня был подписан меморандум о дальнейшем взаимодействии. Меморандум подразумевает выделение 2 миллиардов тенге от самого фонда и еще миллиарда тенге от Акимата Алматинской области. Беспрецедентные средства пойдут на выделение кредитов для открытия собственного дела под льготные 7% годовых. Напомним, в начале программы регионального финансирования малого и среднего бизнеса сумма, выделенная на кредитование, не превышала и 500 миллионов тенге. Всего за 8 лет, благодаря успешному взаимодействию местной власти, фонда ДАМУ и бизнеса, объем средств удалось увеличить в 6 раз и реализовать около 600 проектов. Показательными для всей страны стали и результаты Алматинской области в рамках реализации программы «Дорожная карта бизнеса». Как отметил глава региона, это вылилось в реальные показатели. Не просто возросло количество субъектов предпринимательства и достигло сегодня 158 тысяч субъектов, а в разы увеличились налоговые поступления, что в результате сказалось на уменьшении дотационной части бюджета, сразу на 15%. В свою очередь, руководство фонда ДАМУ выразило признательность Акиму области за столь результативную работу в рамках поддержки бизнеса и заверило в активизации всех дальнейших совместных проектов. Выразил Яман Дагбаталов свою неизменную позицию в деле эффективного совместного сотрудничества и отметил, что отныне в оценку результативности работы Акимов на местах ляжет и такой пункт, как число реализованных проектов через фонд ДАМУ. И тут миллиардов начали, и на сегодняшний день совместно наших денег, вот именно части кредитования малого, среднего бизнеса, объем составляет порядка 4 миллиардов. Это на сегодняшний день ни в одной области, такого нету показателя. И за счет этого мы по итогам 2015 года добились, у нас в целом и налоговые поступления от субъектов малого и среднего бизнеса увеличились, и в целом количество субъектов тоже увеличилось. И особенно то, что поручение главы государства, президента, вот большое внимание мы уделяем именно сфере развития малого и среднего бизнеса через кредитование совместно с фондом ДАМУ в сфере агропромышленного комплекса. Ни для кого не секрет, что Алматинская область на сегодняшний день один из лидеров в области поддержки малого и среднего бизнеса, поэтому у нас есть ряд программ в области поддержки малого и среднего бизнеса, и мы очень активно совместно взаимодействуем. Основные итоги сотрудничества можно посмотреть через ряд таких показателей. В целом с момента запуска программы «Дорожная карта бизнес-2020» с 2010 года по 2015 поддержано проектов на сумму свыше 300 миллиардов тенге, и эти предприятия, которые получили поддержку, уже выплатили налогами государству в объеме 35 миллиардов тенге, создали свыше 10 тысяч рабочих мест, выпускают продукцию на сумму 90 миллиардов тенге. Все это характеризует эффективность нашей совместной работы, нашей совместной сотрудничества. Сообщил председатель правления и о том, что фонд «Дому» запускает новую, уникальную технологию кредитования. Кроме поддержки от государства в виде снижения процентных ставок по кредиту, получить его можно будет всего за 2-3 дня. Свой новый продукт авторы проекта так и назвали «Микродому». И одна из первых областей, где руководство фонда намерено внедрить новую технологию, это Алматинская область. И еще есть 7 выпуска. 5 теплец, 2 овощехранилища, 7 откормочных площадок по меньшей мере на 10 тысяч голов, 4 товарно-молочные фермы и 3 интенсивные сада. Всего 54 новых инвестпроекта будут введены в этом году в сферу сельского хозяйства области. Планы на перспективу были озвучены в ходе совещания работников агросектора под председательством Серегжана Бескимпирова. Сумма грандиозных проектов не менее масштабная, свыше 56 миллиардов тенге. При этом государство гарантирует погасить затраты аграриев субсидиями в размере 863 миллионов тенге. Впрочем, до конца года будут открыты еще немало инвестпроектов. Заявки аграриев приняты, а сумма субсидий будет увеличена еще на 2,5 миллиарда. Перспективное начинание создаст еще 1800 новых рабочих мест. На повестке дня еще один актуальный вопрос – создание кооперативов. Это поручение было дано самим главой государства в одном из посланий народу. Это веление времени, сказал тогда президент. Тем более, что с вступлением в ВТО отечественная сельхозпродукция должна конкурировать с мировыми производителями. Сделать это по одиночке мелким крестьянским хозяйством практически нереально. Кооперативам же в этом плане гораздо легче. Они будут заниматься объемным производством переработки и сбытом собственной продукции. Работа по созданию кооперативов началась и в Алматинской области. Решением Акима области создана рабочая группа по разъяснению основных положений закона о создании сельскохозяйственных коопераций. В январе 2016 года с помощью фонда финансового поддержка сельскохозяйства в Ирлийском районе прошло большое собрание по созданию кооператива по производству молока. По итогам было принято решение о создании кооператива с участием девяти крестьянских хозяйств по производству молока. Разрабатывается пилотный проект по созданию кооператива по Анкелевскому району по производству кукурузы. Ведутся работы совместно с Институтом экономики по производству сахарной свеклы в Искебинском районе. Борьба за урожай начинается зимой. Сегодня в Талдыкургане прошло большое семинар-совещание, посвященное одной из актуальных проблем сельхозсферы. Это борьба с болезнями фруктовых деревьев и в частности бактериальным ожогом плодовых культур. В последние годы в южном регионе страны, в том числе и в Алматинской области, отмечается широкое распространение этого опасного заболевания. В пути борьбы с ним совместно с представителями Министерства сельского хозяйства обсудили работники сельхозведомств и товаропроизводители со всей области. Бактериальный ожог – опаснейшая болезнь плодовых культур. Она не только уничтожает до 70% урожая, но и губит сами плодоносящие деревья, поясняют специалисты. Проблема эта в стране наиболее остро встала в последние пять лет. В Алматинской области на сегодня под карантином находится почти 700 гектаров садов, рассказали представители территориальной инспекции. С 2012 по 2014 год по результатам обследования карантину было подвержено 342 гектара садов. В прошлом году – 345 гектаров. Особенно заболеванию подвержены сады в 11 районах области. Бактериальный ожог – быстро распространяемое заболевание, которое можно выявить только в лабораторных условиях и с которым очень сложно бороться. Если мы не примем оперативные меры, то в ближайшие пять лет может уменьшиться территория садов. Назвать точный источник болезни аграрии не берутся, поясняя, что связано это в основном с возом зараженных саженцев. А потому основные пути борьбы с бактериальным ожогом плодовых культур – это тщательный контроль за импортом деревьев, а также своевременная и качественная обработка садов. На уровне министерства сейчас принимается комплекс мер, также в стадии разработки и отдельная программа. Это, во-первых, идет разработка нормативно-правовых актов в части включения карантинных объектов, перечень карантинных объектов, в части компенсации сельхозтоваропроизводителям, то есть владельцам садов. Принимаются меры по контролю за ввозом, особенно ввозом саженцев из-за пределов Республики Казахстан. Хотелось бы активизировать работу акиматов, особенно на уровне района, сельских. Ну и, естественно, обратить внимание сельских товаропроизводителей. Правильный подбор качественных препаратов и средств для обработки садов – это еще один немаловажный пункт в борьбе с плодовой инфекцией. Представители науки отмечают – одолеть бактериальный ожог под силу только при комплексном подходе. Если нам сейчас дадут возможность, вовремя зарегистрируют эти препараты, мы в этом году уже покажем, как надо снимать этот ожог. Где можно вылечить – будем лечить, где надо вырубать – будем вырубать. Использовать весь спектр биопестицидов, которые имеются за рубежом и у нас. И у нас имеются биопрепараты, полезные биоагенты, которые мы размножаем в больших количествах, потому что мы стремимся, как получить в Европе органическое земледелие, чистую культуру. Представители сельхозинститутов привели печальную статистику. Из-за болезней урожайность плодовых деревьев, из частности яблонь, падает до 5 тонн с гектара. Тогда как при правильной профилактике этот показатель может вырасти до 9 раз. При комплексном и, главное, всестороннем подходе к этой проблеме, в нынешнем году аграрии надеются получить первые результаты. Дина Буранбаева, Габит Кабдрахман, телеканал ЖЦСУ. Праздник науры с Талдукурганцы отметят в новом парке Жастар. Об этом в ходе объезда рассказал Аким Талдукурганом Багдад Карасаев. Нынешней весной в эксплуатацию планируется ввести сразу несколько социальных объектов. Последние штрихи проконтролировала специальная областная комиссия во главе с заместителем Акима области Галамжаном Абдраимовым, вместе с которой в объезде побывала и наша съемочная группа. Комиссия проверила, как ведется строительство зданий, запланированных на сдачу в 2016 году более 10 объектов. Оценивалось состояние временных ограждений, стройплощадок, главная суть которых – обеспечение безопасности прохожих, вместе с тем наличие информационных стендов и общий эстетический вид. В центре внимания оказались строки застройки и, конечно же, качество строительных работ. Побывали проверяющие и в парке Жастар, ознакомившись с местами размещения флагштока, сцены, трибуны, этноаула и других объектов. Сейчас снег растает, и где-то в конце марта, до 20 апреля, озеленение, все уже будет. То есть там живая изгородь будет, траву будем сеять. Вот такие работы будут. Многопрофильная больница на 300 мест и дворец школьников уже готовы на 90%. Осталось привести в порядок прилегающую территорию, убрать временное ограждение и отмыть строительную пыль. От внимания комиссии не ускользнуло ничего – очистка снега, должное оформление баннеров и заездов. По ряду этих пунктов Акимгорода вынес замечание. Требование одно будет, что вся спецодежда, все как положено, по всем требованиям. Акимгород лежит, гора лежит. Паркан, площадку приведите в порядок, и все. Видимую часть потом проследите. Объектами посещения Акима стали строящийся сквер в восточной части города и аллея вдоль набережной реки Каратал. Здесь также поручено привести в порядок строительную площадку, поставить временное ограждение и сделать паспортный стенд для объекта. Скульптура Коктем будет главным украшением сквера. На аллее протяженностью полтора километра уже с первым весенним теплом постелят брусчатку и сделают тротуар. Благоустройство набережной начато два года назад. В этом году, дай бог, где-то в мае планируем сдачу этого объекта. Установлено, значит, ряд 350 штук с осень посажено, березы в порядке 150-200 штук посажено, дубы, окапсы. Прилегающая территория всех новых объектов должна быть окружена газонами и вписываться в общий ансамбль зданий города. Такое поручение дала комиссия по результатам объезда. Подрядчики были предупреждены, что сроки сдачи нарушаться не должны. Готовность этих объектов специальная комиссия будет контролировать ежедневно. Эльвира Ликерова, Айдос Калиев, телеканал ЖТСУ. Далее новости экономики. С ними вас познакомит моя коллега Семка Щегулова. Добрый вечер, а всем вам слово. Спасибо, Жбек. Здравствуйте. Своё участие в выставке Экспо в Астане подтвердили 75 стран и 14 международных организаций. Потому в столице планируют запустить 600 новых автобусов на гибридном топливе, а также отремонтировать сотни километров городских дорог. Об этом сегодня на встрече с участниками выставки рассказали представители столичного Акимата. Качество товаров и услуг – одно из основных волнующих вопросов. Одобрена и рекомендована Экспо. По этой специальной программе оценят местных продавцов. Этот знак на магазине или ресторане и будет гарантией качества. Но и это еще не все. Во время очередного совещания с участниками выставки представители Акимата обсудили и дополнительные меры безопасности для гостей. Для этого, по словам чиновников, во всех павильонах и жилых домах, расположенных на Экспо, установят камеры видеонаблюдения. Здесь же откроют собственную поликлинику и организуют дежурство восьми карет скорой помощи. К слову, к приезду туристов дополнительно будет построено 24 гостиницы и 4 общежития. 100 тысяч тонн продукции в год способен выпускать Петропавловский трубопрокатный завод. Несмотря на кризис, предприятие не сбавляет оборотов. Напротив, намерено полностью покрыть внутренний спрос. В самом начале года предприятие получило очень большой заказ. Мощность позволяет производить до 100 тысяч тонн продукции в год. Сегодня завод выпускает 135 видов труб для водоснабжения, нефтяной и газовой отраслей. А во второй половине года предприятие планирует выставить свою продукцию и на экспорт. К слову, в начале этого года предприятие произвело полные текущие и капитальные ремонты всего завода. Казахстанский автопром выходит на рынки Центральной Азии, сообщает Хабар. До 60 тысяч отечественных машин планируют отправить к 2020 году из Восточно-Казахстанской области в Кыргызстан, Монголию и Таджикистан. Там же откроют сети дилерских центров и станции техобслуживания. Для повышения продаж и заключения международных сделок местные автопроизводители сейчас создают все необходимые условия. В Усть-Каменогорске строят самый крупный в республике автосборочный комплекс полного цикла. Удержаться на плаву и сохранить рентабельность новому производству помогут новые экспортные ориентиры. А пока собранные на востоке страны авто реализуют в 18 городах России. Это были все новости экономики на сегодня. Я вновь передаю слово своей коллеге. Спасибо всем. А мы продолжаем выпуск. Далее события в мире. Военно-морские силы Италии спасли более 700 мигрантов из Ливии. В то же время обнаружены тела четверых беженцев во время патрулирования Тунисского пролива. По данным Международной организации по миграции, с начала года в Италию по Средиземному морю прибыли более 7 тысяч беженцев. При этом сотни человек погибли или пропали без вести. Часто беженцы переправляются на пластиковых деревянных или надувных лодках, не приспособленных для перевозки большого количества людей. Мигрантов не останавливают даже сложные погодные условия. Инцидент на электростанции в Англии не был терактом. Об этом говорится в совместном заявлении пожарной службы и отделения полиции графства. В результате взрыва погиб один человек. Четверо госпитализированы и три человека пропали без вести. Еще пятеро после аварии были доставлены в местные больницы. Двое из них с серьезными травмами. Число погибших в результате тропического циклона Уинстон в островном государстве Фиджи в Тихом океане возросло до 42 человек. Ураган обрушился на острова четыре дня назад. Высота океанских волн у берегов достигала 14 метров. Он сравнял с землей целые деревни. Представители службы реагирования продолжают направлять помощь пострадавшему населению. Урагану была присвоена самая высокая пятая степень опасности. В стране действует режим стихийного бедствия. Он продлится месяц. Американская компания «Марс» отзывает из продажи 4 миллиона шоколадных батончиков. Конфеты были произведены на фабрике в нидерландском городе Вехель. Потребители в Германии обнаружили в шоколаде кусочки пластика. И было решено отозвать всю партию. «Марс», «Сникерс» и «Милки Уэй» снимут. С полок и изымут из торговых автоматов в 55 странах мира. Срок годности, попавших под сокращение батончиков, от июня этого года до января следующего. Причины, по которой кусочки пластмассы могли попасть в шоколад, пока неизвестны. Первоначально на сайте компании «Марс» была опубликована инструкция о том, как можно вернуть подозрительную продукцию. Однако уже вскоре из-за огромного числа запросов работу ресурса приостановили. Обзор новосей подготовлен по информации интернет-ресурсов. Производить электроэнергию из мусора планируют в Южно-Казахстанской области. Подобный опыт позаимствуют у Китая и Сингапура. Об этом заявил глава региона Бибут Атамкулов. Об этом и не только в подборке нашего корреспондента. В Южно-Казахстанской области построят мусороперерабатывающую станцию. Она сможет вырабатывать до 50 мегаватт электроэнергии. Простаивание существующего завода по переработке мусора, Ким объяснил тем, что владельцы не справляются с работой. Также он отметил, что после присоединения к Шымкенту 40 населенных пунктов, все старые мусорные полигоны по экологическим соображениям и из-за проведения новой инфраструктуры были закрыты. А сегодня по инвестиционному плану идет расширение этого мусоросортировочного завода с циклом полной переработки. В интернете появилось видео встречи найденного Мухаммеда Казабекула с близкими. На ролике взрослые не скрывают своей радости при виде ребенка, которого полицейские искали с 20 февраля. Сам мальчик выглядит здоровым, улыбается и смеется. Напомним, 23 февраля полицейские ДВД Южно-Казахстанской области нашли пропавшего несколько дней назад Мухаммеда Казабекула. Полицейские отметили, что внешность подозреваемой женщины полностью совпала с оставленным фотороботом. В настоящее время следствием выясняются все обстоятельства и мотивы данного происшествия. Возбуждено уголовное дело. Делай добро! В Казаларде открылся первый социальный магазин, который будет обеспечивать малообеспеченных и неимущих жителей областного центра бесплатной одежды. Для ее сбора в различных общественных местах города установлены специальные контейнеры. Помощь смогут оказать все желающие, а вот получить ее будут адресно. В список нуждающихся вещах составили социальные работники и представители общественности. Проект реализован на средства спонсоров, которые планируют создать целую сеть подобных социальных магазинов. К этому часу помощь получили уже около 100 семей. Видео с новыми достижениями Аксакала из Жамбылской области появилось в сети. На этот раз 58-летний Берг Пышанов продемонстрировал крепкость своих челюстей, протащив автомобиль зубами. На городской площади собрались десятки зрителей, чтобы увидеть, как мужчина в очередной раз продемонстрирует свою силу. Напомним, ранее в интернете появилось видео, на котором он демонстрирует феноменальную силу своих ушей. При помощи привязанных к ушным раковинам веревок он запросто двигает с места автомобиль, а в другом ролике ушами поднимает 26-килограммовую гирю. Обзор новостей подготовила Семка Щеголова по материалам интернет-ресурсов. Певец Великой Степи под таким названием сегодня в Алматы прошел большой международный научный симпозиум, посвященный 170-летию со дня рождения великого Акына Жамбыла Жабаева. Конференция собрала видных деятелей культуры и науки не только со всего Казахстана, но и зарубежных стран. Здесь выступили исследователи творчества Жамбыла из России, Грузии, Турции, Кыргызстана и других стран. Наследие Великого Акына давно вошло в золотой фонд казахского словесного искусства. И те, кто считает Жамбыла лишь певцом советской власти, ошибаются, ибо поверхности знакомы с наследием импровизатора, говорят собравшиеся. На самом деле в его творчестве ярко отображены жизнь и чаянин родного народа. Национальный дух и свобода любви считают исследователи. В своих произведениях Жамбыла воспевает человечность, героизм, единство и согласие народа, а потому его творчество актуально и по сей день. Были попытки свести творчество Жамбыла лишь к воспеванию Сталина, но на самом деле это ошибочное мнение. На него надо смотреть с пониманием, что это человек, намного опередивший свое время. К другим темам. Предвыборная гонка в самом разгаре. С агитационной программой на этот раз в Аматинской области посетили представители партии АКЖОЛ. Кандидаты в депутаты мажориста парламента Республики Казахстан Нурлан Жазлбеков и Дмитрий Васильев рабочую поездку в регионе начали с Талдыкургана. В областном центре столичные гости посетили медицинский центр ЗИРЕ. Ознакомились с трудовыми буднями у недоработников, оснащением и перспективными планами клиники. Рассказали кандидаты в Нижнюю палату парламента о приоритетных направлениях предвыборной программы, а в частности касательно вопросов улучшения системы здравоохранения. Далее побывали партийцы на одном из самых крупных предприятий региона – Алматинские краски. Встретились с коллективом производственников, которых также ознакомились с программой АКЖОЛа. и услышали просьбы и предложения со стороны трудящихся. – Порадовал, прежде всего, отношение трудового коллектива к работе. При обсуждении наболевших вопросов люди с интересом выслушали нас и не остались, не промолчали, задавали вопросы, их интересующие. Порадовалась сплоченность и их стремление к работе, прежде всего. А девиз партии АКЖОЛ, прежде всего, «время работать». Поэтому мы очень рады поддерживать такие предприятия, которые являются реальным сектором экономики, создают рабочие места, создают добавленный продукт. Эти предприятия, за ними будущее нашей страны. Вот это та реальная диверсификация экономики, о которой говорит наш глава государства. Это то, к чему мы все стремимся. Новый трудовой кодекс, новые правила. Напомним, законодательство, регулирующее отношения работодателя и работника, претерпело порядка 56 изменений и дополнений. Вступил в силу обновленный кодекс с 1 января этого года. Сотрудники областного суда проводят разъяснительные семинары. Суть трудового кодекса осталась прежней, поясняют специалисты. Ряд изменений коснулся вопросов оформления и приема на работу. Необходимый при этом список документов стал значительно меньше. Корректировки коснулись и порядка проведения испытательного срока. По новым правилам отныне регулируется и схема отправления работников в командировки. Но главное, на что делают упор сотрудники суда в своих лекциях, это аспекты норм закона, касающиеся разрешения трудовых споров. Ряд нововведения отныне помогут разрешить их, не доводя дело в суд. Возможным стало и внесение корректировок в трудовые отношения исключительно в рамках отдельного предприятия. На коллективный договор теперь возлагаются большие полномочия. Теперь предусмотрен досудебный порядок урегулирования. Также приветствуется и разрешение споров с участием медиатора. То есть прежде чем обратиться в судебные органы, работник должен обратиться в согласительную комиссию, которая будет создаваться во всех организациях. Также очень сильно расширился заключаемый с работниками коллективный договор. Все вопросы, касающиеся здесь, если в трудовом какие-то есть пробелы, они могут быть восполнены в трудовом коллективном договоре. Поэтому я считаю, что он более демократичный и коснулся абсолютно всех вот этих пробелов, которые существовали ранее в трудовых кодексе. В процедуру проведения единого национального тестирования внесли изменения. Какие именно, первыми узнали участники семинара, инициированного Алматинским областным департаментом по контролю в сфере образования. По словам специалистов, формат ИНТ остался прежним. Выпускникам предстоит сдавать тестирование, как и раньше, по пяти предметам. Перемены же коснулись самих тестовых заданий. К примеру, увеличилось количество задач на логику. Впервые внедрены графические изображения. Диаграммы различного рода рисунки, графики, математические фигуры. При выполнении того или иного задания педагоги призывают выпускников надеяться только на свои способности. Категорически запрещаются наличие шпаргалки, мобильных телефонов, электронных книг и калькуляторов. Самый первый серьезный экзамен в жизни выпускники начнут сдавать, как обычно, с 1 по 15 июня. Из всех житцузских старшеклассников точное количество желающих пройти национальное тестирование пока неизвестно. Заявки по всей республике начнут принимать с 10 марта. Графические изображения также впервые внедряются в тестовых заданиях по биологии, географии и истории. Ну и еще одно нововведение. Участники международных олимпиад и конкурсов наравне с остальными школьниками будут обязаны сдавать единое национальное тестирование. От экзаменов освободят только победители и обладатели дипломов. А в остальном ИНТ пройдет в обычном режиме. Количество тестовых заданий по каждому предмету 25, общее количество 125. Прием документов начнется с 10 марта по 25 апреля, а само тестирование пройдет с 1 по 15 июня. В Талдыкургане состоялся открытый областной турнир по тяжелой атлетике на призы мастера спорта международного класса серебряного призера Олимпиады в Афинах Сергея Филимонова. В соревнованиях приняли участие более 170 атлетов из областного центра Уштоби, Текели, Алакольского и Сарканского районов. Все подробности у Лилианы Штогрины. Сергей Филимонов – воспитанник Уштобинской школы тяжелой атлетики, рекордсмен мира, чемпион азиатских игр в Пусане. Уникальный по своим природным данным штангист после выступления на Олимпиаде в Афинах, где завоевал серебряную медаль, объявил о завершении спортивной карьеры. Сегодня он пришел на торжественное открытие турнира, которое проводится в его честь, чтобы не только окунуться в прошлое и вдохнуть знакомый воздух соревнований, но и пожелать молодому поколению тяжелоатлетов никогда не сдаваться и идти к намеченной в спорте цели уверенными шагами. «Прежде всего нужны ребятам турниры, чтобы ребята уже чувствовали большие помосты, прочувствовали. Я, конечно, начинал, у нас было не так совсем, я смотрю, сейчас уже и штанги другие, новые штанги хорошие. Раньше, когда я начинал, старые штанги были, тяжело было подниматься. Самое главное – труд, и самое главное – нужно к спорту не дымить, а нужно гореть. Когда человек горит, когда ты человека тренер, и сам тренер настроит ученика своего на то, чтобы гореть, а не дымить, тогда будет эффект». В первый соревновательный день на помост вышли самые юные участники. За их подходами наблюдали три судьи. Побеждали те, кто поднимал наибольшее количество килограммов в сумме двух упражнений – рвок и толчок. В условиях острого соперничества на высоте, как обычно, воспитанники Уштобинской школы тяжелой атлетики. Они сегодня достойно продолжают победные традиции своего именитого земляка, делая успехи не только на областном, но и на республиканском уровне. К слову, этот турнир – отборочный перед международными стартами памяти Анатолия Храпатова. «Мы его проводим как для юношей, так и для взрослой команды. То есть команду взрослую мы проводим отбор на турнир Храпатова. Это надо просто было, чтобы знали нашего земляка, нашего выдающегося атлета для нас, серебряного призера». Главную конкуренцию в борьбе за призовые места Уштобинсам составили воспитанники областной школы-интернат для одаренных в спорте детей. Порой лишь несколько килограммов разделяли участников. Очередной экзамен на прочность успешно выдержали чемпионы Азии среди юношей Тимур Хасаров и Игорь Сон. Последний, подняв 108 килограммов, установил в упражнении «Рывок» свой личный рекорд. «Поднял 108 килограмм, планировал 10, но так тяжело, еще не настроился, отдыхал. Ну, вообще планировал дальнейшие соревнования. Казахстан взрослый, еще раз выиграть, повторить. Там, надеюсь, побольше подниму намного». Хорошие результаты на этом турнире показали также воспитанники Тикилийской спортивной школы. Их победы, наряду с результатами у Штодинских и Талдукурганских тяжелоатлетов, сделали этот вид спорта частью спортивного бренда области. Лилия Штогрина, Габит Кабдрахманов, телеканал ЖТСУ. На этом у нас все. Спасибо за внимание. Оставайтесь на нашем телеканале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин